Полеты в космос для человека всегда связаны с рисками. И дело тут не только в авариях и крушениях. Своё влияние оказывает и космическая радиация. При длительном пребывании в космическом пространстве особое космическое излучение, то, что человек в нормальной жизни не испытывает, может приводить к повышению уровня мутации. Проводится уже много серий на протяжении многих десятилетий анализ оперантных перестроев в хромосомах, других каких-то эффектов, но до сих пор не показано статистически достоверно, что есть какие-то изменения. У бывшего командира экипажа Международной космической станции Скотта Келли после возвращения на Землю обнаружен ряд изменений в работе отдельных генов. Причиной таких изменений является адаптация к новой среде обитания. Часть из них нивелировалась после возвращения. Другая же часть, например, изменения в работе иммунной системы и сетчатки глаз остались. Концевые участки хромосом, защищающие их от поломок, стали в космосе длиннее. Также в организме чаще начали появляться воспаления, а состояние его костей ухудшилось из-за жизни в невесомости. Помимо этого, из-за недостатка движения у космонавтов наблюдается уменьшение мышц и их атрофия. Однако ученые позитивны в своих оценках этого явления. Свои исследования ведут и специалисты Казанского федерального университета, изучающие влияние среды на животных. Почти все сообщество считает, что большинство этих изменений будут полностью нивелированы, возвращения на Землю. В общем-то, именно для этого космонавты занимаются спортом на борту, в той же самой космической станции, потому что большинство активных эффектов, связанных с тем же неиспользованием мышц, компенсируются тренировками. Несмотря на возникающие изменения, научное сообщество отмечает, что человеческий организм успешно справляется с обитанием в новой для себя среде. Артём Тупичкин, Универньюс.